доброго времени суток дорогие друзья у нас проект хелик на прошлой неделе есть в ночь четверга на пятницу атакующими дронами сша было были нанесены удары по в районе международного аэропорта багдада по колонии машин и было уничтожен печально известный генерал он же террористов номер один касам сулеймани ответственный за диверсии по всему миру от имени ирана спец подразделением эль-кутс глава спецподразделения эль-кутс надо отметить что касам сулеймани незадолго незадолго до этого был ответственен за нападение на посольство сша в багдаде за его сожжение и соответственно сам господин дональд трамп принял решение об уничтожении такого высокопоставленного чиновника было интересно посмотреть на то как отреагировал на это уничтожение мировое сообщество надо отметить что европейские страны достаточно невнятно отреагировали на это достаточно я бы сказал даже мямлили потому что они не не понимали куда и как лучше свою позицию выставить очень однозначно выступила россия заявив о том что господин сулеймани был одним из лидеров своего народа ответственным за грится за отстаивание интересов своего народа надо отметить что незадолго до этого сам сулеймани и подавлял и восстание в иране и даже в самом иране и ряд ряд людей поддерживали его уничтожение в израиле достаточно однозначно отреагировали и сказали практически единогласно поддержали господина трампа с огромной благодарностью никто не ожидал этого сама армия израильская достаточно быстро перебрасывала войска и в основном пво на север достаточно в большой спешке было привлечено очень много грузовых машин надо отметить что россия и сам господин путин который недавно так яра выступал и говорил что в польше и чтобы президент польши и антисемитская тварь в то же время мы видим поддерживает иран и стал союзник уже достаточно давно стал союзником ирана и поддерживает террористов принимает у себя террористов то есть мы видим что расположение 7 сил в мировом сообществе достаточно интересно те кто неоднозначно отнеслись к этому или побоялись что-либо сказать те кто высказались против соответственно на стали на сторону сил зла из даже в самой америке надо отметить достаточно неприятно было читать но представители от демократической партии господин джо байден выступил и сказал что господин трамп чем ближе он в так называемую импичменту тем он предпринимает какие-то непонятные действия намекая на то что у господина трампа какие-то психические расстройства то есть крики и в той стороны или с другой стороны и крики агрессии крики с пеной у рта и говорят о том что господин трамп ведет достаточно понятную позицию политику достаточно занял понятную позицию по отношению к террористами называет их террористами не дает возможность никому из них и как говорится нападать против сша или вы говорится портить жизнь соединенным штатам более того есть он ответил что если иран попытается ответить или попытается напасть на какие-то американские объекты или на американских граждан то он нанесет 52 удара по разным серьезных стратегическим целям израилю есть чему научиться для нас это огромный урок как нужно вести себя с террористами как их нужно называть как их нужно уничтожать как нужно вести себя на мировой арене не смоняя несмотря ни на кого ввести твердую политику твердо занимать твердую позицию по отношению к безопасности своей страны и реагирует достаточно болезненно по отношению ко всем террористам которые заявляют об уничтожении израиля или устраивать террористические атаки или берут себя на себя ответственность Нужно достаточно сильно, точечно на них нападать. И с другой стороны, нужно не забывать, что этим миром правит сам Всевышний. И у еврейского народа есть особая миссия, особая задача. И, как говорится, разгонять эту тьму. Это добрые дела, это серьезная молитва изучения Торы. Вот это три наших оружия, три серьезных таких вот боевых атакующих вещей. То есть добрые дела Тора и молитва. И с другой стороны, достаточно сильная физическая мощь, которую нужно сопровождать вот этими вещами. Надо отметить, что вот эта ситуация, которая была создана для благополучного уничтожения данного сверхтеррориста, данного человека, который планировал другие теракты против граждан США, против Израиля, был готов уничтожить Израиль, не один раз заявлял о том, что он готовится. Это все не просто какие-то совпадения, а это тоже духовная работа нашего народа. И хотелось бы, чтобы мы все больше укреплялись в этом, все больше улучшали наши качества, наши духовные работы. А это уже в свою очередь тоже отгоняет вот эти силы зла. Полный детальный обзор со всеми деталями вы можете найти в описании к этому видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь этим видео и другими видео с друзьями. И с Божьей помощью мы будем свидетелем больших чудес в нашей прекрасной, цветущей стране и в мире в частности. Всего доброго и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok